всем привет меня все еще зовут дарья и я перед вами снова с голым лицом прошу меня простить за это вы последнее время очень часто просите макияжа и такое видео уже было на моем канале но оно как-то плохо зашло не знаю может быть это зайдет лучше потому что я у меня немножко рассинхрон мне везде просят даша снимай макияж и пожалуйста видео про макияж про макияж макияж я снимаю макияж никто не смотрит это видео и я такая мне кажется или меня жестоко обманули короче если вы хотите видео с макияжами то пожалуйста поддерживайте видео с макияжами поставьте лайк под этим видео посмотрите прошлое видео с макияжем ну короче вы знаете что делать приступим Я надеюсь, вам не сильно видны все изъяны моей кожи, которые сейчас переживают не самые лучшие времена, как и, наверное, кожа большинства, потому что мне дико не хватает кислорода и солнца, у меня в целом нет каких-то прыщей или покраснений, но у меня почему-то кожа стала очень и очень сухой. Она даже зимой такой сухой не была, я не знаю, в чем проблема, я ее тотально увлажняю, как могу, но все равно тоналка и пудра, какие-то шелушения постоянно подчеркивает, короче, трешак. Того, кто первый раз на моем канале, я хотела бы предупредить о том, что я нифига вообще не визажист, я мало что вообще знаю о макияже, и в основном я действую не как визажист, следуя какой-то логике, а просто как художник. В этом, в принципе, и заключается моя нехитрая тактика. У меня костюм с лизеринки, кстати, относительно недавно, я покупала его к Хэллоуину в прошлом году, и мне таки удалось надеть его на вечеринку. Кстати, интересно то, что все почему-то думали, что я Гермиона. Возможно, это из-за моих волос, потому что тогда у меня еще был такой прям объемный начес, и, в принципе, цветом у меня тоже волосы похожи на какие-то рыжекаштановые, они волнистые, пушистые, и, в принципе, да, но, черт подери, я в слезеринской форме. Я помню, что был еще забавный момент, когда мы заходили в этот бар, там же сисюрити стоят на входе, которые проверяют документы, там и бла-бла-бла, дают тебе браслетик, и там стоял парнишка, который так серьезно посмотрел на меня и такой, ну ты же в курсе, что магия в Нейхогварсе запрещена? А я такая, я же сослезерина, а вода кедавра. Я не знаю, хорошо ли у меня выставлен свет, скорее всего, нет. Мне иногда под видео пишут, что у меня неровный и кривой макияж, я этого, конечно, не отрицаю, он действительно кривоват, но, что интересно, мне всегда пишут о том, что у меня, когда я делаю каткриз, что у меня, типа, одно веко выше другого порезано, хотя на самом деле это не так. И секрет в том, что у меня разные века, как практически и у всех людей. У меня даже вот по бровям заметно, что вот эта бровь, она у меня, типа, выше, и тут подвижная века сильнее натянута, и оно, типа, поднимается вверх, а тут оно сильнее опущено. Когда я потом расслабляю мышцы, у меня, короче, здесь такой перекос получается, но это нормально, это почти у всех так. Мы вообще несимметричные, очень несимметричные. Помните кек, вот этот мем со Шреком, который был, когда делали всратые пикчи и зеркалили? Попробуйте сделать так со своим лицом. Сделайте прямую фотографию и отзеркальте левую к левой стороне, правую к правой. Вы просто ошалейте, это два разных человека. Ваша левая и правая часть лица вообще друг на друга не похожи. Напишите, кстати, с какого вы факультета. Я делала тогда опрос, и у меня получилось, что очень много было с Рэйвенкло, то бишь с Коктеврана, и очень много было хаффлпавцев, то есть этих, как их, пуфиндуйцев. Пуфиндуйцев тоже было много, и я так удивилась. Я думала, боже, почему так много пуфиндуйцев среди моей подписоты? Хотя, с другой стороны, наверное, это логично, потому что гриффиндорцам я бы не понравилась. Кстати, кто проходил официальный тест, который распределяют по факультетам? Тот, который вроде сама Роулинг продумывала. Я вот его проходила, и меня запихнули на Гриффиндор. Я была возмущена. Я, конечно, ничего против не имею Гриффиндора, но я бы не хотела учиться на Гриффиндоре. Хоть и ученики на факультетах учатся разные, потому что многие, кто далёко от вселенной, думают, что ага, раз Лизерин, значит, ты там злодей, тёмная магия, бла-бла-бла. А если ты на Гриффиндоре, то ты смелый. Если ты на Рейвенклод, то ты, наверное, умный. А если ты на Пуффиндуэте, то ты, наверное, какой-то глупенький и добренький. Но те, кто вселенную получше знают, они, конечно, в курсе, что там всё гораздо сложнее. И ученики учатся разные, хоть и есть такие штуки, которые их всех объединяют. Но в целом я себя чувствую именно с Лизеринкой, и хотелось бы мне учиться именно на Слизерине, потому что мне нравится политика этого факультета, она мне близка. Мне даже в детстве гриффиндорцы крайне странными казались. Многие вещи мне абсолютно были непонятны, и я не понимала, за что не любят некоторых персонажей на Слизерине, и почему их мотивы какие-то плохие. Мне это тоже было, ну, типа, не все. Понятное дело, что там какие-то основные злодеи, они, конечно, говнюки, но в целом они мне не казались какими-то ужасными. Хотя фильм, по факту, он нам именно это и вталдычивает постоянно, что с Лизеринцем, ууу, плохие. Многие фанаты этой франшизы очень... Блин, поставила пятно. Очень возмущены этим фактом, что Роллинг такая, типа, ну, вообще-то нет плохих факультетов, ла-ла-ла, но Слизеринцы говнюки. Я помню, что я даже недавно пересматривала все части, и там даже преподаватели в некоторых частях, они прям чморят студентов Слизерина за просто так, потому что, ух, сколько было злодеев на Слизерине, а ученики такие, чё? Ну, спасибо, мы тут вообще-то учимся, и мы дети как бы... В общем, такая очень странная история, что с каким-то реально притеснением Слизерина и с тем, что вообще плохо раскрыты другие факультеты, никто ничего толком не знает про... про Хаффлпуф и про Рейвенклоу. Особенно те, кто только фильмы смотрел, они вообще про эти факультеты ничего не знают, потому что про них особо... ничего там и нет. Их там прям в меньшинстве. Это так несправедливо. Если расставлять факультеты от лучших к худшим, то, наверное, Гриффиндор как раз для меня лично оказался бы на последнем месте. Я люблю Слизерин, потом на втором месте Хаффлпуф, потом Рейвенклоу, и только потом Гриффиндор. Блин, тут такое пятно противное образовалось, которое я всё никак не могу... изолировать. Так-то в зеркалах, в принципе, нормально смотрится, но мне кажется, вам сильно заметно это. Блин, ну ладно. Фиг с ним, короче. Я уже не знаю, сколько я тут наслоила, но всё равно тут пятнышко видать. Блин, вот про это я и говорю. Сложности бьюти-блогерства. Кстати, что вы думаете насчёт того, если я сделаю такие мейки для каждого факультета? Отпишитесь, пожалуйста, в комментах, потому что я вообще в последнее время уже не знаю, что делать с этим проклятым Ютубом, который не уведомляет о новых видео. Статистика вообще нерадужная, и поэтому, конечно, не хотелось бы снимать видео просто впустую. Потому что я-то снимаю эти видео для вас, а вы даже порой не знаете о их существовании. Это очень грустно. Мне вот недавно писали, что уведомление о том, что вышло видео, пришло спустя три дня. Типа новое видео. А ему уже три дня. Понимаете, это очень сильно влияет, это очень сильно влияет на статистику, на то, отображаются ли видео в рекомендованных, и всякое такое. Поэтому, пожалуйста, во-первых, скажите мне, хотите ли вы этого, а если хотите, то, пожалуйста, не ждите, пока вам придёт уведомление. Просто периодически заглядывайте на канал и прям проверяйте, потому что очень часто вы даже не знаете о новых видео, потому что YouTube просто не отображает новые видосы. И вообще это касается, в принципе, всех блогеров. Я понимаю, что у вас там, наверное, тьма подписок. Я именно для этого постоянно чищу и обновляю свои подписки. Я не подписана на огромное количество каналов именно по этой причине. Я подписана только на самое важное, потому что я понимаю, что я эти видео тупо не буду видеть. Они будут просто уходить куда-то вниз, в лучшем случае, или их не будет отображаться вообще. И я даже знать не буду. Поэтому я подписана на небольшое количество каналов именно для того, чтобы хотя бы успевать вообще следить за тем, что выходит. Короче, это я к тому, что не ждите с моря погоды. Если у вас появилось какое-то свободное времечко, если вы вдруг вспомните про моё существование, то просто не поленитесь, прям зайдите на канал целенаправленно и посмотрите, вышло ли новое видео. Потому что, скорее всего, да. Потому что сейчас я стараюсь максимально часто их снимать. Они выходят каждые 2-3-4 дня. Короче, как минимум 2 раза в неделю, а то и 3 даже бывает. Поэтому, если вам кажется подозрительным, что вы не видели моё видео там 2 или 3 недели, скорее всего, у вас они просто не отображаются. Они есть, они лежат. Поэтому, пожалуйста, заходите и прям вручную проверяйте. А что делать? Я понимаю, что это безумно неудобно. Мне знаете, как это бесит? Это всех бесит. Но, блин, YouTube просто вынуждает. Вот так вот он работает, через жопу, как всегда. Рубрика Дарья снова ругается на YouTube. У нас две темы для Дарьиного бомбежа. Первое, YouTube плохо работает. Второе, в Краснодаре слишком жарко. Классика. Так, ну, вроде как, по растушевкам ничего. По крайней мере, больших косяков в зеркало не вижу. Ладно, придется потом узреть все свои косяки на монтаже. Ну, что поделать? Вы же мне простите, да, мои косяки? Простите ведь, да? Смотрите. Я знаю парочку заклинаний. Блин, вот за что я не люблю зеленый на своих глазах, так это то, что он мгновенно мои глаза делает такими желтыми. У вас тоже есть комплекс корих глаз? Потому что все вокруг только и делают, что восхваляют серые, зеленые, голубые, любые, кроме, кроме карих. Очень обидно, ребят, очень обидно. Гляньте, как сияет. Я вообще обожаю в макияжах серебро, золото. Я только что заметила, что я все это время дотрагивалась до микрофона рукавом. Подозреваю, что там постоянно был шум, так что, блин, ребят, извиняюсь. Надо как-то приловчиться, по-нормальному снимать все это дело. Ну, блин, сразу фиг разберешься. Тут опыт нужен. Я в следующий раз постараюсь как-то более организованно все обустроить, как-то по-другому подключить микрофон. Я не знаю, с чем у вас ассоциируется с Лизарин, но у меня прям по классике. изумрудный и серебро. Я приклеила ресни, которые я жутко не люблю, они какие-то странные, мне кажется, у них идиотская форма какая-то, но у меня других нет, вернее, есть, но они еще хуже. Короче, я недавно заказала новые, очень их жду. Пока что такие, ну, хоть какие-то, потому что, в принципе, вообще полностью без ресниц, такой тяжелый инстамейк, вообще крайне странно смотрится, поэтому лучше, чем ничего, так сказать, пускай будут такие. Короче, осталось только накрасить губы. У меня есть зеленая помада, как раз изумрудная, вот в тон. Я, по-моему, в прошлом видео ей пользовалась. Нет, я в прошлом видео синей пользовалась. Сначала я подумала, что зеленая помада, наверное, будет перебором, думала накрасить черной, а сейчас что-то мне кажется, что зеленая, в принципе, будет нормально, получится так, монохромненько. Я, наверное, все-таки возьму зеленую, потому что я ее больше нигде не смогу использовать и если я буду другие факультеты делать, то там зеленую точно не пригодится. Я там еще успею с черной помадой что-нибудь сделать или с красной, или с синей, а тут, пожалуй, я воспользуюсь зеленой, раз уж она у меня есть, почему бы и нет. Короче, пишите, хотите ли еще. Я, в принципе, сейчас заинтересована в мейкапах. У меня сейчас небольшой кризис, так сказать. Я не хочу об этом говорить. Возможно, если это все дело не решится и не наладится, я дам вам знать, но пока что не хочу вас этим грузить, потому что у всех сейчас тяжелые времена. Но это я к тому, что чтобы вы не переживали насчет макияжа, и все остальное будет функционировать так же. Другие видео тоже будут выходить. Но я очень хотела бы как-то внедрить макияж на свой канал, хотя бы минимально. Мне сейчас очень нужна эта нагрузка. Да, это будет нагрузка определенно. Мне сейчас очень нужна эта разгрузка, потому что рисовать в мне сейчас трудно. Я этого не хочу скрывать от вас. Видео мне дается непросто. Вообще, в принципе, все видео даются мне непросто. Поэтому я была бы очень рада, если бы вы поддержали меня в этом. По-моему, неплохо смотрится. Или, возможно, мне так кажется в маленький экран. Вроде как все. Где моя волшебная палочка? Ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Добро пожаловать! А также не забывайте фоллоить все мои соцсети, особенно мои пабли ВКонтакте и Инстаграм. Все ссылки, как всегда, внизу в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok